И вновь о тарифах. Разговоры об их росте в Чебоксарах не утихают. Платить за горячую воду и тепло жители столицы станут больше. Сегодня о новой системе расчета зашла речь на брифинге в городской администрации. В расчетах за один куб воды теперь вписана новая строка затраты за ее подогрев. Теперь столичные многоэтажки различают по типу отопления. За так называемую открытую систему раскошелиться придется больше, чем за закрытую. В первом случае потребители получают химически очищенную воду и таких в Чебоксарах большинство. Теперь их плата за коммунальные услуги увеличится на 5%. Открытая система, когда у нас в Чебоксарах это в основном двухтрубная система, когда вода поступает, часть идет на отопление, а часть идет в виде теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Закрытая система более сложная. Вода циркулирует по четырем трубам и подогревается в специальных установках. В этом случае за один куб горячей воды жители будут выкладывать уже более 70 рублей. За открытую схему 93. Данные изменения отразились на жилищный и коммунальный услуг 1212 многоквартирных домах города Чебоксары, что составляет на сегодняшний день от общего количества 49,3%. В том числе открытая система. У нас 602 домах, многоквартирных домах, что составляет 24,5% от общего количества многоквартирных домов. Оплачивать счета по новым тарифам жители столицы начнут только в конце февраля. Управляющие компании уже вносят корректировки в квитанции. Кому-то придется доплатить. По городу Чебоксары, кто сегодня успел начислять по двухкомпонентным тарифам, по той методике, которая была передложена, в феврале месяце будет проведена корректировка оплаты в сторону снижения. То есть начисления будут проходить на уровне декабря 2012 года. Очевидно, уже сейчас экономить потребителям помогут приборы учета. Ежедневно можно отслеживать, какое потребление идет. Ежедневно можно отслеживать соблюдаемый температурный график, режимы представления коммунальных услуг гражданам. Значит, даже из этих двух примеров, которые были приведены, есть много управляющих компаний, которые произвели возврат населению по фактическому потреблению тепловой энергии по показаниям приборов учета. Правда, до сих пор вопросов к чиновникам остается много. Новую классификацию расчетов за отопление и горячую воду многим жителям еще предстоит изучить. Медрик Ковалев, Алексей Иванов и Александр Петров. Республика.